согласился таки один ютубер тиллер в сборках gta самп ютуберов это вполне нормально а вот за сколько вы прорекламируете стиллер вот засунуть его в свою сборку и сделать все это нативно самой наихуей шестерн даже таки пидорасы конченая все в нашем мире делается для чего-то если вы хотите узнать как gta самп ютубер засунул стиллер в сборку за несколько тысяч рублей то досмотрите данный видеоролик до самого конца новое видео выходит каждый день в 20 00 ролик сделан при поддержке аризона рп вся дополнительная информация в описании ну наконец-то мы таки дождались и эта новость не по мобилке ура ликуйте старая аудитория недолюбливайте меня новая аудитория пришедшая откуда-то там в любом случае ладно я совсем этим свыкся я ко всему этому привык мне без разницы наконец-то появилась тема которую я вот так вот знаете могу обсудить и могу вот с вами поговорить насчет нее так чтобы вот меня поняло поняла восприняла мою информацию максимально большое количество людей которые вообще тут возможно потому что эта тема для меня как бы интересная удивлен почему раньше ее они затрагивали хотя у меня вроде как был уже видеоролик на канале где рассказал о том что стиллер в сборках gta самп ютуберов это вполне нормально там где-то можете найти он очень старый видеоролик он очень и кто такой знаете у меня нет плохих роликов он такой знаете немного скучноватый такой немного занудный ну что есть то есть как бы что уж тут говорить в общем то сегодня мы с вами поговорим о том как фантомас проводил такой знаете рейд а какой-то там я не знаю еще что-то он писала gta самп ютуберам говорю а вот за сколько вы прорекламируете стиллер вот сборку там засунете а сделайте и вот много другой писал он преимущественно почему-то а мелким ютубером то есть вот мелкий ютубер такие знаете то есть там от двух тысяч подписчиков я не знаю там от трех тысяч подписчиков и мне он почему-то не написал я не знаю почему фантомас даже тут меня проигнорировал на это потому что я как знаете волан-де-морт у всех этих а гта самп ютуберов никто мне за меня не называет все только ко мне в шарагу приезжают и спрашивают меня за слова ну ладно об этом уже много было сказано сейчас не об этом и дело в том что согласился таки один ютубер вот один такой знаете ли ютубер он прямо согласился прорекламировать стиллер вот засунуть его в свою сборку и сделать все это нативно а так чтобы это никто не увидел и в общем-то на этого человека сразу уже началась какая-то знаете такая травля то есть вот прям вышел вот тут я хочу упомянуть лайф сам вот самой наихуей шестерен потому что такие пидорасы конченые они знают вообще чем все это может закончиться они это делают и своем сообществе в котором уже более 50 тысяч подписчиков они выкладывают пост в которым говорят что вот фантомас решил проверить там тех блогеров этих блогеров а проверить как они на все это отреагируют как они все это сделают и вот то есть он написал там вот пишут что вот фантомас написал такому-то такому-то блогеру и тегают его то есть оставляют такую гиперссылку на его страницу и люди озверенные вот эти знаете малолетние дауны переходят на страницу и начинают его хуесосить засерять и делать все прочее а человек то он вообще он наверно в силу того что немного наверное не хочу как-то глуповат наивен немного человек он даже оправдание себе не может сделать нормально давайте я сейчас побуду адвокатом потому что я вот понимаю всю эту ситуацию и я вот меня бесит все это потому что лицемерие вот это знаете ой да я бы никогда там стилер свою сборку не закинул да я такой да я этакий вот многое-многое другое то есть тут я прям хочу защитить всех людей которые сейчас возможно вставляют стилеры свои сборки за деньги возможно в будущем будут вставлять стилеры свои сборки то есть сейчас я их немного защищу потому что мне знакома эта ситуация у меня было нечто похожее да то есть когда у меня был еще канал задан семена английского у меня был типа знаете а не то чтобы пресс-лис у меня был вот такой знаете ли правила заказы рекламы в которых все обсуждается там чё на какие реквизиты переводится там какие вообще у кого отправила то есть постоянно перед тем как заказать рекламу у меня какие-то люди то есть они постоянно должны были ознакомиться с вот этим вот знаете правило заказа рекламы в ином случае они то есть их уже приняли там все было так достаточно знаете лояльно то что я там выпущу рекламу в течение стальки то дней могут быть форс-мажорные обстоятельства я за это извинюсь там еще что-то сделаю еще что-то сделал и у меня там была такая знаете ли пометочка то что я вот если ваш продукт является допустим стилером там или еще какой-то хуйнёй типа там я не знаю казино там или какой-то хуёвый сервер в gta с ампи там да или счет наподобие того я могу это прорекламировать но только за очень большие деньги то они знают за x100 от той суммы за x50 за x35 от вот всей этой суммы я думаю суть вы поняли бля этот еблан такую хуйню несет постоянно понимаю а ему и верит бля ему и верит нахуй постоянно там хайпует на всех бля вот этому долбоебу ему еще и верит сука а сейчас он бы даже сознался в том что стилер бы засунул это это педрила и это хуила ёбаный бля ёпта бля такой хуесос и хуебес бля пидарас нахуй гнида ёбаная то есть я могу это прорекламировать я могу в этом открыто признаться да то есть я могу все это сделать то есть и вот моё отличие в том что я это искренне говорю потому что другой gta сам пьют бер он бы засунул стилер свою сборку за деньги и об этом бы даже не сказал при этом и все и то есть если бы это даже никто не заметил то его бы даже не за хуесосили а я говорю открыто что да я могу за определенное количество денег там я не знаю за тысяч 35 50 60 100 там 15 20 еще сколько-то тысяч рублей я могу засунуть стилер сборку объясняю почему я это сделаю и почему вообще все такое потому что человек на ютубе он должен обладать такой знаете ли грамотностью понимаете в чем дело и вообще я всегда говорил что стилеры если вас наебали на стилеры то вы сами виноваты в этом вся проблема если вы долбоеб скачали сборку от какого-то другого долбоеба gta сам ютуберского не проверили ее на вирус total не проверили там я не знаю vp game protect там еще чем то прочим то блять не этот ютубер бы вас развел так вы бы блять на сайт какой посылки бы по какой-то перешли к вам бы скачался блять ратник какой-нибудь еще крайне хуйня и вы бы вообще все проебали то есть там есть еще бы что-то какой-нибудь файл сохранили потому что если вы так можете доверять людям которые там что-то на ютубе делают с какой-то большой обширной аудитории то есть поэтому я абсолютно не доверяю сборкам gta сам ютубер я всегда говорю что а там может находиться стиль с какой-то процентной вероятностью там это может быть потому что какой резон то есть дети они понимают что все в нашем мире делается для чего-то ради чего-то если раньше сборки делались ради сет квеста ради быстрого набора аудитории и продажи рекламы в последующих вот этих вот всех событиях то сейчас она делается для того чтобы заработать на всем этом деньги а как можно сборка заработать деньги я не знаю либо быть опять же ютубером каким-то большим таким знаете и встроить какой-нибудь я не знаю там клеу еще какой-то скрипт который будет автоматически регистрировать вас на ник а человек который вам дал всю эту сборку скачать и тем самым поднимая его показатели по рефералкам либо еще что-либо вот такое подобное да в других случаях но есть да либо там как-то соцсети развить либо еще что-то сделать и многое-многое другое понимает то есть я несколько раз говорил чтобы от меня люди ничего никогда не качали тем более когда вы видите человека у которого до этого выходили там знаете какие-то разговорные видеоролики там не знаю еще какие-то вещи выходили там да и вот все 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 прочее и тут внезапно у него выходит сборок и вы такие типа а ну наверно это нормально наверное это вполне хорошо да сейчас я скачаю от него сборку и все будет заебись вы типа как-то так об этом думаете или что я я просто я не понимаю то есть в самом деле и то есть там парня набросились прям пиздец при том что стиллер бы на его на месте этого парня закинул бы абсолютно любой человек ну представьте то есть человек тем более такая ситуация он в казино проигрался понятно лудоман там вся хуйня игроман блять а проебался проигрался и так далее то есть он бы эти 2000 потом в казино отнес их бы проебал либо выиграл но это тоже ненадолго потому что у а лудоманов у них все это откладывается в голове и они потом а постоянно приходит в это казино опять и опять с целью от выиграть вот этот вот самый бонус это вот самый выигрыш сорвать то есть ради этого все сделать и тут понимаете в чем дело то то есть большое количество ютуберов которых возможно видите могут засовывать стиллер в какие-то там раз там не за в 10 сборок в 15 в 25 в 30 просто вы этого не замечаете потому что вы скачивали какую-то другую сборку еще что-то такое то есть даже когда я скачиваю сборку от каких-то людей которым я бессмертно доверяю допустим empire там или я не знаю или дапа да я тоже ему так знаете доверился потому что ну просто глаза у него добрые я доверился ему и да то есть я все равно проверяю эту сборку на вирус тотали я все равно проверяю сборку в геймпротектом я все равно прибегаю какую-то предосторожность понимаете а то есть и вот люди вот так вот набрасываются типа ой да как ты мог да там то то сё то ну то есть на это пиздец и человек понимать и то есть у меня тоже была такая ситуация не типа предъявили за это почему у тебя в правилах заказа рекламы типа написано что реально может рекламировать это потому что любой может рекламировать это предложим только побольше в этом вся проблема если кто-то может в этом открыто признаться то он молодец он красава но вот есть и люди которые не могут в этом признаться и понимаете все складывается так что люди которые открыто в этом признаются они получают больше общественное порицание чем люди которые в этом не признаются и выйдут сухими из воды. Вот это вот меня бесит. Вот за это у меня, сука, горит очко. Понимаете, в чём дело? И это вообще пиздец полный. Поэтому я вам вот что хочу сказать от меня. Если вдруг увидите, что я не перенаправляю вас на какой-то другой, да, знаете, сайт, там, форум и всё такое прочее. Если увидите, что вот у меня выходили-выходили разговорные ролики, и потом вдруг, внезапно, у меня выходит сборка какая-то, да, которую вы можете скачать. Которую вы можете скачать, там, знаете, не из телеграм-канала, не из, там, инстаграма, не ещё откуда-то, а просто прямая ссылка под роликом, при этом она не рекламная, она не, там, не диск-спейс, да, с вирусами, просто обычная ссылка, то это, блядь, на ёб, не качайте никогда. Вот эту вот всю хуйню. Понимаете? И если вы так же, видите, научитесь уже анализировать, пожалуйста. Научитесь это делать. Потому что иначе вам хуё будет жить. И, понимаете, и нету смысла сейчас вот этого человека как-то киберболить. Ещё на его месте мог оказаться кто угодно. И были бы вы ютуберам, там, две, три, четыре тысячи подписчиков, да, предложили бы вам, там, тысяч 10 рублей, вы бы, чё, вы бы не согласились. Ну, чисто в одну сборочку, там, может быть, она мало просмотров соберёт. Может, ещё чё-то, типа, может, потом, может, будет вообще это всё удалить с канала. Этот позор, да? То есть, я же не отрицаю, что это позор какой-то в той или иной степени. Но я и не отрицаю то, что так бы сделал практически любой человек, если не любой, абсолютно. Понимаете, в чём дело? Вот так вот просто и всё. И не нужно опять-таки кибербуллить, а травить человека за это. Это выбор каждого. Если так уж получилось, то, ну, так и получилось. Поэтому, всем спасибо за просмотр данного видеоролика. А геймплей данного видео был заснят на проекте Arizona RP Server Phoenix IP, а также мой никнейм Dante Conor в описании. Там же находится ссылочка на мой телеграм-канал, в котором точно нету стилеров и всего-всего прочего, но есть Arizona Mobile. Переходите туда, ознакомливайтесь со всей инструкцией и со всем прочим. Всем спасибо за просмотр, всем пока! Субтитры сделал DimaTorzok